Я записывал интервью с одним из жителей, местных жителей фона. Мы выбрали естественную полосу, и там же переход был на ландшафт разреза. Мы пока записывали интервью, вдруг неожиданно появляется человек в камушляжной форме, не представившись, не сформулировав толков никаких требований, в общем-то набросился, сначала попытался выдернуть у меня телефон, я руку отодвинул, затем нанес удар по камере, камера в недвижном состоянии, вот так вот повисла и висит до сих пор. Муж сегодня меня повез в больницу, вот сюда вот, в Березово, на ФАП. Ну, приехали мы сюда, пока он меня ждал, тут вокруг него катался один из руководителей разреза, по фамилии Зайцев, стоял, наблюдал, потом спросил, зачем он сюда приехал, я уже как раз вышла, с ФАПа вышла, ну, он у него давай спрашивает, зачем ты приехал, да что, ну, на что, конечно, Горенков ему ответил, а вы что, прокурор нынче? Ну, нет, поговорили, разошлись, ну, мы собирались уехать, тут подъехала машина с ребятами, собираются съездить, посмотреть, разрез сказали, остановили, и просто посмотреть, что там происходит. Нет никаких границ, нет ничего, никаких опознавательных знаков, что это Березовский разрез. Ну, вот они поехали посмотреть. Звонит мне через полчаса супруг и говорит, нас задержали. А здесь у нас еще знакомые, я зашла к ним, а ее муж поехал туда, он уже тоже узнал, что их задержали. Говорят, отобрали телефоны, разбили камеру. У одного из жителей этого района, в котором он хотел рассказать о том, что здесь происходит, какие нарушения сейчас совершаются, как угольный разрез водействует на жителей, ну, и дополнительно пролить свет на то, что здесь происходит. Во время съемки к нам подошел человек, одетый в камуфляжную форму, напал на оператора, в какой-то момент он ударил у него по камере и забрал сотовый телефон. Наши просьбы неоднократные вернуть телефон, он не реагировал, он ушел, грубо говоря, и бросил телефон в глину. То есть камера при этом осталась сломана. Мы, естественно, потом вызвали полицию, потом подъехали сотрудники разреза. Мне лично они не представлялись. Вели себя достаточно нагло, заблокировали нашу машину, не позволяли нам уехать. Мы хотели поехать в отделение полиции и написать заявление о том, что было совершено нападение и, по сути, грабеж. Однако эти люди встали у нас на пути и не давали нам уехать. То есть мы почти два часа простояли здесь из-за них. Впоследствии приехали сотрудники полиции, почему-то, Прокопьевского района. Как они сказали, эти сотрудники полиции, что их вызвали сотрудники разреза. Сотрудники полиции Прокопьевского района тоже вели себя, скажем так, недоброжелательно по отношению к нам. А после приехали уже сотрудники полиции Новокузнецкого района. И вот, собственно, сейчас они здесь остаются. В данный момент они пошли на место совершения преступления с двумя понятыми и с пострадавшим, чтобы это место описать. И вот мы ждем их возвращения.